всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня 24 ноября воскресенье и у меня новый влог я сейчас утро пойду поеду в студию пока не знаю как погода но предполагаю что наверное сегодня чуть чуть теплее чем вчера потому что у нас подъезде некоторые граждане раскрывают окно и если вчера позавчера было прям ужасно холодно в подъезде то сегодня как-то нормально вот у меня в планах поехать сначала в студию а потом проехаться по магазинам точнее как по магазинам мне нужно съездить в магазин твое и посмотреть какую-нибудь себе толстовку новую взамен испорченный может быть в какие-то другие магазины это будет на малиной роще скорее всего рейкин плаза но может быть я все-таки поеду в авиапарк в ашан ну и также нужно непосредственно зайти в ашан для своей пожилой знакомой купить вот эти впитывающие трусики ну так чуть-чуть каких-то наверно кошки наполнитель в общем только желательно все это сделать сегодня побыстрее я уже приехала домой как и планировала съездила в магазин твое ваша зашла и давайте покажу что я приобрела для себя я приобрела вот такие стаканчики бумажные очень красивый дизайн мне понравилось но где-то ну может быть 49 но так 50 рублей они стоили здесь опять штук для чего я взяла дело в том что вот как-то я тут гуляла в парке было достаточно холодно у меня замерзли руки у меня был с собой термос с чаем и была термо кружка ну термо кружка она общем-то приспособлена для того чтобы сохранять тепло напитка и она сама не нагревается и руки мои не грела а тут я как-то смотрела на одном канале передачу с одной балериной которая сказала что там вот у них в театре станиславского они даже свои пуанты гейнеры складывают в отдельный контейнер потому что это там пластик и как бы чтобы все это перерабатывалась и стараются не пользоваться стаканчиками ну и типа пользуются термо кружками и прочим ну знаете что я все-таки в некоторых случаях предпочитаю стаканчики тем более они бумажные и очень очень красивые хотя дизайн для меня не так важен я могла бы купить и более простые но там с более простым дизайном было даже цена даже дороже также я для себя купила вот такой фильтр 90 с чем-то рублей марки ашан знаете вот как повезет иногда купишь и он быстро портится один вот у меня был долго долго ну хотя понятно что существует до определенный срок службы ну короче я всегда выкидываю когда он уже воду перестает сидеть дальше для своей пожилой знакомой взяла доктор кернер хлебцы гречневые хрустящие также себе взяла сметану 10 процентов для знакомой взяла набор сухофруктов для нее же взяла инди лайт вот индейку ну компот был на 22 рубля так за килограмм 65 рублей вот картошку взяла и себе и знакомый вот немножко потому что в основном мы будем заказывать в деликатеске также для знакомой взяла вот такое масло эко милк это хорошая марка взяла сливочная и шоколадная у меня есть поэтому себе брать не стала также ей взяла классический сыр брест литовск она правда просила купить ей ламбер но она его периодически то хвалит то ругает а цена на него уже неадекватные для себя точнее на мелкие презенты взяла два вот таких набора люр красивое очень оформление и по традиции здесь два крема масло шеи депантенол да и в общем то и в том и в другом разный дизайн просто не знаю биокрем да скорее всего это просто два одинаковых наверное крема с разным дизайном ну и дизайн в самих вот как бы тюбиков и упаковки ну знаете кто-то говорит что крем очень легкий но я считаю что какое должен быть это же карманный сумочный вариант здесь наверное миллилитров сколько ну наверное миллилитров по 30 скорее всего но может чуть больше я считаю что как сумочный вариант там и нормальный крем вот если бы он был жирный то я думаю это никого бы не порадовало цена 56 рублей кажется до 56 или 59 ну в общем я считаю что далее я взяла вот наполнитель барсик гигиенический наполнитель стандарт я такое брала какой-то двойной эффект что-то подобное в бетховене за 135 вроде бы рублей а здесь меньше 100 рублей он был по акции именно стандартные но пока взяла потому что ничего другого хорошего я там не обнаружила дальше для себя взяла вот эти мешки с завязками 20 штук 30 литров вполне приличные меня полностью устроили ну знакомый взяла вот эти вот трусики дп ну сейчас пригодятся ей пока слабость 470 рублей за 10 штук и была акция на маске значит на тканевые маски я всегда говорю что я не привыкла тратить на них больше 50 рублей по крайней мере первый раз ну потому что тканевая маска это как бы все-таки продукт одноразовый но иногда бывает конечно жидкость остается но в основном это продукт одноразовый и я считаю что я сначала хочу попробовать а потом уж если она что-то делает тогда другой вопрос и значит за 45 рублей была вот такая двухэтапная маска первый этап наносится на лицо сыворотка а потом уже поверх нее наносится 3d маска это марка skin light но я как-то так с ней не особо дружу но решила попробовать потому что упаковка интересная продукт для меня новый и цена привлекательная вторая маска которую я для себя взяла это опять же skin light такой вроде бы у меня еще не было тоже стоило в общем менее 50 рублей 45 где-то вот скорее всего так разглаживающие морщины маска гиалуроновая кислота буду пробовать третья маска тоже стоила 40 чем-то рублей а может быть даже чуть чуть меньше нет скорее 45 вот такая зеленый чай вот марка и кель если я правильно произношу возможно неправильно это значит с экстрактом зеленого чая маска и вроде бы она тоже не смываемая буду пробовать интересно потестировать там были по 38 рублей маски от вилента вот эти seven days но я их уже пробовала ничего они не делают и даже 30 чем-то рублей мне тратить жалко также от fito косметик решила вот такую маску попробовать это крем-глина сибирская распаривающая но не знаю взяла вот такая маска повелась на хвою но аромат здесь не хвою но просто очень нежный приятный вот она такой косметический она черная но вот по консистенции она такая же как распаривающая маска от skin light это у меня вызвало конечно кошмар на лице вот я уже даже боюсь посмотрим может быть попробую на лице может быть сначала на теле также я заходила в магазины южный двор это магазин где продается косметика бытовая химия но у нас в нашем районе нет а там вот где в районе мариной рощи я зашла почему потому что магазин закрывается и скидки 50 процентов на все набирать я там ничего особо не стало потому что все но как бы стандартная обычная у меня много всего но кое-что я приобрела во первых от компании натуралист я приобрела вот такую баночку это домашние маски водорослевая маска для лица экспресс-уход для всех типов кожи дело в том что я к этой баночке в принципе ну или наподобие к чему-то присматривалась давно в интернет аптеках но там везде существует минимальная сумма заказа и мне ради одной банки не хотелось набирать там на 500 рублей к примеру ну правда потому что одно дело когда реально что-то набирается а другое когда просто вот ну добиваешь заказ это как-то я считаю довольно круто а здесь эта маска стоила 80 рублей так как была скидка я за нее заплатила 40 рублей маски я в запасы никогда не ставлю всегда использую поэтому я ее уже открыла она вот так выглядит но практически беленькая так слегка с нежно-зеленоватым салатовым оттенком пахнет очень нежно такой косметический легкий аромат практически не ощутимый то есть я изначально готовилась что будет чем-то эдаким пахнет неприятно но нет также взяла для себя на крем-балет массажный с экстрактом ромашки он мне очень нравится пользуюсь уже много лет с детства вот очень классно поэтому он стоил там 60 чем-то рублей я ну в общем за 30 чем-то он мне обошелся и уже на кассе от фармстей взяла вот такую маску это тканевая маска с экстрактом корня красного женщине кому интересно ставьте на паузу и я понимаю что вроде бы она тоже несмываемая что хорошо я спросила сколько она стоит стоила эта маска 38 рублей но опять же на под мои параметры она подходит так что я ее взяла она была в единственном экземпляре и там еще было две маски какие-то по моему с прополисом но я их не стала брать потому что мне не понравилось оформление она выглядела стрёмно я в первый момент еще присмотрелась думала господи может это какая-то сошетка освежитель ну знаете ароматизатор или какое-нибудь средство от моли но она это стрёмно правда оформление то есть наверное если присматриваться я но я уже признала мне маску но как бы все равно мы клюем на оформление здесь не сказать что вау но все-таки ближе к чему-то косметическому также ваша не по распродаже я взяла вот такую вот подушку эргономическая memory low подстраивается под тело человека расслабляет мышцы дарит крепкий здоровый сон но мы это проверим я присматривалась к таким подушкам давно но честно говоря все они стоят более тысячи и мне не очень хотелось рисковать я не знала смогу я на ней спать или нет в икее можно потестировать но знаете я многие люди это конечно классно они могут прийти и лечь на кровать там и лежать подолгу вот я прилегла и как-то ну я не знаю мне не в кайф так поэтому я долго думала купить или нет а здесь была за 700 чем-то рублей ваша не ну вот я и решила воспользоваться сейчас покажу как она выглядит вот такая подушка она очень приятная мне понравилось я попробовала на ней так полежать причем вот здесь балетном зале прям на полу знаете ну вообще хорошо я не знаю конечно сколько она прослужит и прочее но в целом вот мои такие первые впечатления положительные а там уже буду делиться своим мнением тут молния здесь поролон конечно положено то есть чехол можно постирать что опять же хорошо я считаю мне кажется это здорово понятное дело что наволочку я буду использовать но в любом случае также я ездила в магазин твое для того чтобы приобрести себе кофту взамен той которую я испортила ну я зашла сначала в один магазин и там вот прям точь-в-точь кофты такой не было у меня просто вот такая толстовка да она с начесом но она здесь с кармашками там такое не было точнее были бордовые там еще что-то на розовые черные не было поэтому я выбрала без кармашков и в тот раз я брала большой 48 размер потому что другого не было это вот райкин плаза марина роща а как бы здесь уже были больше размеров и конечно я взяла 42 но меньше не было вообще знаете кофты я беру так сейчас фокусирую кофты я стараюсь брать 40 размер а 42 это брюки у меня да они фокусируются вот но здесь и как бы они чуть-чуть мало мерят поэтому взяла у них вообще очень странно с кофтами они даже не то что мало мерят ну вот разницу у них как-то вот она в длине что ли я помню я у них брала какое-то платье и такое вот она черная с коротким рукавом а здесь как вот ну типа туники такая из сеточки это же я вынуждена брать было не не свой размер и вот здесь вот ничем не отличалась я брала потому что мой размер там он вообще был какой-то кургузы непонятно всем с кофтами у него какая-то ерунда вот если брюки я могу и не мерить то кофты почему-то мерить приходится в общем 42 размером я потом еще взяла 46 потому что 44 не было я взяла думаю ну надо померить ну все-таки 42 на мне как-то смотрится лучше поэтому вот она мне замена очень довольна дальше ну я решила что все-таки нужно купить что то еще и решила приобрести себе футболку за 199 рублей но тоже там как бы самый маленький 42 размер ну и да ладно выбрала себе вот такую вот да кстати кофты я же не сказала сколько она стоит 899 рублей в общем то нормально футболка стоила 199 рублей когда я пришла на кассу мне говорят что да она кстати ярче чем на камере мне говорят что вот у нас типа акция 1 плюс 1 равно 3 так что выбирайте себе что-то еще ну и я решила что футболки как раз таки мне нужны и я взяла себе вот такую футболочку я люблю такой цвет и футболки мне конечно же всегда нужны лишними не будут ну получается что одна вещь вот одна футболка мне было бесплатно а потом я зашла в другой торговый центр вот как раз пройти ракен плаза то что это просто магазин твое это сущевский вал пересечения там сущевского вала с октябрьской улице ну кто живет в москве ну вот и подумала раз такая акция надо еще футболок себе прикупить ну и взяла три штуки значит вот такая такого цвета тоже 42 разумеется кстати вот кто не мне кажется или нет это конечно нет но модели разные но как-то они прям прям разница все вторую взяла вот такую яркую и третью в подарок выбрала себе вот такую все они во все они были по 199 рублей там конечно были более интересные цвета подороже ну меня и это устраивает а насчет испорченные кофты меня моя ученица говорит а чё ты переживаешь из-за кофты пойди в магазин для рукоделия купе картинку да и шлепни туда ее и я пошла там на мариной роще торговый центр капитоле и магазин рукодельница и за 28 рублей я взяла себе вот такую картинку виде кепки я выбирала не по рисунку я выбирала по цвету чтобы она была черная ну вот здесь немножко синим это ерунда вот как раз я думаю она подойдет по размеру просто почему я выбирала именно в цвет потому что пятно сзади и какое-то такое место глупо какой рисунок делать а вот это будет совершенно норм единственное что я ступила надо было эту кофту взять например темно-синю тогда у меня было бы две разных но в принципе они так и так отличаются вот такая вот покупка но цены я здесь сказала а и да еще когда я купила кофту и две футболки мне еще в пакет положили в подарок кока-колу с ванилью это у них тоже такая акция кстати вот до этого я как-то приобретала вот эту футболку у них тоже очень нравится классно стирается но вот это по моему сороковой размер очень нравится модель и здесь вот принт как раз такой который но с ним ничего не случится это просто рисунок а даже если случится то как будто так и задумано в каком-нибудь влоге я и типа по примеряю сегодня уже 26 ноября вторник вчера мне вообще удалось лечь в 11 и заснуть до 12 встала я ну где-то в 9 30 и сегодня тоже удалось правда сегодня вставала как-то тяжелее то ли от погоды это зависит то ли от чего-то хотя хотелось мне и пораньше встать но я решила так придерживаться золотой середины не позволяет себе спать очень долго но и не вставать очень рано чтобы не соскочить с графика по крайней мере попытаться ну и надеюсь будет получаться вот не знаю что у меня сегодня будет за денежно в смысле какие планы в принципе возможно что съезжу ваша может быть завтра запущу наверное стиральную машинку уберусь так по мелочи начну снимать очередной хобби влог плюс еще есть работа некоторая сейчас занималась тем что помыла все-таки кисточку это вот у меня тушь faberlic fly lashes моя любимая хотя я уже и говорила что сейчас вот первый раз когда ее приобрела она только появилась она была значительно лучше чем вот последующие но но все равно она неплохая мне здесь нравится кисточка но я показывала в одном из влогов а может быть даже и в этом влоге что она прям как-то это вот когда вытаскиваешь кисточку она вообще не пушистая вся склеенная но я так понимаю скоро тушь закончится но я решила вот проверить в общем вставила сейчас посмотрим снимаю конечно без штатива да нет все вроде нормально так сейчас я ее немножко это закрою открою ну тушь густеет конечно безусловно так что скоро я возьму в использование новую но тем не менее пока еще пользоваться можно потому что она не ложится комками не склеивает ресницы не осыпается вот поэтому пока еще попользуюсь но видимо много чего на кисточке вот скопилось сейчас ею помыла ситуация гораздо лучше поэтому если что выthink общая силу полностью нужно будет задавать то что так ещё полчатка не достаточно скажем так нет Продолжение следует... 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 Ну, поэтому, да, они, конечно, убрали там, я не знаю, ароматизатор, убрали красители, но и состав изменился, потому что я так понимаю, что убойным цветом и убойным ароматом они все-таки маскировали такой довольно, как сказать, едкий запах, потому что, насколько мне рассказывали, что Ферри вообще придумали типа это, танки мыть. Вот, что-то в этом роде. Но, поскольку такая акция, я решила взять, тем более, повторюсь, обычно жирной посуды у меня нет, и, в общем-то, меня это качество устраивает. Ну, и потом я уже убедилась, что этот Ферри явно не вредный, в отличие от своих предыдущих вариантов. Ну, а мистер Пропер, в принципе, я беру в фикс-прайсе какое-то там средство, мне очень нравится, то с розой, то там еще что-то. Но мистер Пропер тоже неплохо, и согласитесь, по такой цене. Дальше для своей знакомой взяла бумажные салфетки, она меня попросила, наверное, рублей 16, стоило это вот 29, ну, с копейками. По 40 рублей взяла влажные салфетки, две упаковки, одну себе, одну знакомой. Была акция на сметану, вот, 15%, 49 рублей. Ну, я, кстати говоря, не скажу, что это прям супер-супер выгодная цена, то есть сметана 15%, красная цена, плюс-минус за те же деньги. Но я решила взять. Так, для также своей знакомой взяла доктор Кернер, 7 злаков, вот такие вот по 60 рублей упаковочка, и по 50 с чем-то клюквенные, это уже к чаю, а это вот можно с сыром, например. Далее, для кошки своей знакомой взяла пуринован, как всегда, для стерилизованных кошек и котов. На этот раз здесь лосось и пшеница. Взяла, правда, небольшую упаковку, 750 грамм, потому что там у нее еще осталось, но на несколько дней. Мне нужно было другие покупки сделать, и, конечно, 3 килограмма не хотелось брать. Я ехала за куриными спинками, потому что ушастика закончилось все на ужин. Это ему пока на 6 дней, потом я докуплю. Также я приобрела... Так, сейчас... Желудки куриные я ему делаю все это с рисом, с луком, с морковкой. Измельчаю в блендере. Ну, сначала варю, я показываю, измельчаю в блендере. У него такой получается уже, если спинки на ужин, то это у него на завтрак. Ужин у него такой большой, с гречкой, там большая миска. А это ему так, чисто символически, утром по чуть-чуть. Вот. А это я тоже купила ему, это печень. Я ее приобрела... Сейчас скажу, на обед. Я хочу ему из половинки сделать... Хотя сколько здесь? Да, наверное, даже чуть меньше, чем половинка. Попробую сделать печенье. Собачье лакомство я там нашла в интернете рецепт. Потому что он очень любит выпечку, но у него проблемы с желудком, и ему нельзя. И покупные собачьи лакомства тоже, в общем-то, нельзя. Но я попробую такие. Надеюсь, что можно. Потому что, когда я его балую своей выпечкой, ему, в принципе, тоже ничего, не бывает никаких проблем. Но все-таки кексы – это сахар, как мы понимаем. Это не сильно-то полезно, да, все равно. А пирожки с капустой, ну, для желудка капуста, хоть он ее и любит, но тоже не очень. Поэтому попробую. А половину? Половину, ну, разделю прям по чуть-чуть порциями, буду в обед давать. То есть, может быть, одну печеньку, одну там, ну, кусочек, вот. Потому что ему именно, что он привык, как бы, вот ужинать полноценно, а днем просто перекусывать. Ну, попробуем. Также я взяла вот такие вот сухарики, гренки. Так, куриные спинки – 71 рубль килограмм. Здесь 675 грамм. Честно, сколько не помню, потом чек найду, покажу. И, по-моему, здесь то ли 189 рублей. Вот что-то такое. Так, гренки – 31 рубль 3 копейки. Вот за вот это все, а килограмм стоит 59 рублей, вот. А то есть тут чуть больше, чем полкило. Также в Ашане за 200, по-моему, 98, что ли, рублей я купила сотейник 26. Вот, видите, размер. Хороший сотейник достаточно. Он прослужил… У меня уже есть сейчас такой. Он мне прослужил где-то года 3-4, наверное. Хорошее его, в общем-то, качество. Ну, для современной, я имею в виду, посуды и для такой мега дешевой цены. Вот. Сейчас просто… Ну, я не самый прям супер аккуратный человек. Я не скажу, что я как-то небрежно отношусь к посуде, но, тем не менее, всяко бывает. И вот сейчас, уже спустя где-то 4 года, немножечко покрытие пострадало. И пару раз у меня этот сотейник падал, поэтому дно чуть-чуть выгнулось. Поэтому, конечно же, уже нужен новый. Ну, и сами понимаете, цена позволяет менять. Правда, тот я пока что не выкину. Я еще один-два раза попробую приготовить, вот так, не отходя. Если не будет пригорать… Извините, прервалась запись. Если ничего пригорать не будет, то на какое-то время я тот сотейник оставлю, потому что бывает нужно два. Но вот новый купила. А, я еще заходила в Икею. В Икею я заходила потестировать и посмотреть свечки из новой коллекции. Но на сайте там вроде что-то за 80 рублей заявлен какой-то аромат. Но на деле по 69 там свечки. Я думала, что там просто подорожало. Но по 69 там вся старая коллекция, которая у меня есть. А новая лимитка новогодняя. Там две свечки. И как бы там уже стакан не белый прозрачный. Он как бы прозрачный, но красный. Я вообще это не люблю, во-первых. Ну и во-вторых, там как бы и аромат меня новогодний не впечатлил. И что самое главное, там шла спайка из двух свечек абсолютно одинаковых. 199 рублей. Нет, как бы если бы мне понравился аромат, я бы взяла, но не впечатлил меня. Но я не люблю выходить без покупок из магазина. И я решила за 49 рублей взять вот такой вот дозатор для мыла именно на кухню. Просто поставлю на кухню. Ну у меня как бы на раковине никогда ничего не стоит. Никаких жидкостей для мытья посуды. Ничего подобного. У меня вот вы видите здесь только освежитель воздуха и крем. И в общем-то цветы искусственные. А это вот все убрано в шкафчике. Ну просто брать громадную упаковку ферри как-то мне не радует. Это будет и место немного занимать. Поэтому вот так. Решила заварить как раз вечером себе чай вот этот. Вот он так выглядит. Аромат довольно-таки яркий. То есть шоколад, апельсин. Очень яркий аромат. Сейчас я заварю, потом расскажу, как оно вообще. Потому что обычно я все-таки предпочитаю просто чай или с какими-то травами. А если ароматизированный, то в основном это чайная контата. Так что посмотрим, каково это будет. Но вы знаете, в случае чего можно в черный чай, именно в чисто нормальную заварку, добавлять по чуть-чуть. А, и кстати говоря, перелила ферри вот в этот дозатор. Знаете, он мне нравится. Стоит 49 рублей. Но он вот очень простой, при этом стильный, мне кажется. Вот это я потом, конечно, оторву. И вот в той бутылке, которая у меня сейчас в использовании, как оказалось, ровно вот сюда все поместилось до последней капельки. Так что отправила в пустышки упаковку, а это будет мало места занимать. Прямо вот идеально. Я уже попробовала чай. Вы знаете, очень даже приятный. Такой, ну, вкус у него не ярко выраженный. Но это как бы не вода водой, но именно очень мягкий вкус, когда можно просто даже без ничего пить. Вообще, я довольна, что приобрела. Потому что, например, зимой, когда идешь на какие-то прогулки длительные в парк с термосом, мне кажется, что сделать именно такой чай очень классно. И даже если этот аромат будет для дома немножко яркий, то как раз для прогулки на воздухе, скажем так, будет супер. Да, честно говоря, и для дома он очень такой приятный, в общем, уютный. Я даже вот чай, вот эту чайную заварку из фикс-прайса, которая в жидком виде продается за 25 или за 27 рублей, я ее сначала ругала, но вот когда я пошла гулять в парк, и была холодная погода, и я сделала все это дело в термосе, вы знаете, совсем другой вкус был, когда чай настоялся. И я думаю, что можно это соединить. Достаточно яркий вкус заварки из фикс-прайса и аромат вот этого чая. Мне кажется, даже будет очень здорово. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Огромное вам спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!